Адам Бременский. Деяния архиепископа в Гамбургской церкви. Геста Амма Боргенсис Экклезия и Понтифичум. 51. Гамбургская анархия при Гейнрихе 3 и в малолетство Гейнриха 4. Адальберт Бременский. 1043-1072. В 1075 году. Предисловие автора. Блаженному отцу и небесному избраннику, гамбургскому архиепископу Лимару, преемнику Адальберта, с 1072 года, посвящает Адам, ничтожнейший служительство в Бременской церкви, свой малый дар беспредельной преданности. Когда еще прежде, в 1068 году, я был приобщен вашим предшественникам, евангелическим пастырем, Теи Адальбертом Бременским, к числу его паствы, я ни о чем так не думал, как о том, чтобы не остаться неблагодарным за оказанное мне благодению и милость. Из своего опыта и рассказов других я вскоре убедился, что первенство древней славы вашей церкви весьма умолилось, и что она нуждается в содействии многих строителей, а потому я давно уже размышлял, каким трудом можно было бы и мне подать помощь нашей митропольной церкви, при истощении ее сил. Иное перечитывая, а иное выслушивая от рассказчиков, и узнал многое из деяний твоих предшественников, которые, и по своей важности и по крайнему положению нашей церкви, заслуживают быть предметом повествования. Память об этих деяниях угасла, и история тех архиепископов никем еще не написана, а потому иной подумает, что они не сделали ничего достопримечательного, или не нашлось для них трудолюбивого историка. Убедившись же в необходимости такой истории, я решился сам написать ее в порядке бременских или гамбургских архиепископов, такое намерение не может противоречить ни моим обязанностям по службе, ни вашей воле, как сын этой церкви, я хочу вывести на свет жизнь сватцов, которыми она возвысилась и распространилась между язычниками. Конечно, я должен тем более. Просить снисхождения к труду тяжелому и превышающему мои средства, что я не побоялся, почти не имея для себя предшественников, пойти ощупью в потьмах по незнакомой дороге, и предпочел переносить бремя дней и жар в виноградники господа, т.е. в монастыре, нежели оставаться праздным вне его стен. Я знаю, что у меня не будет недостатка в порицателях, как то издревле бывало со всеми, кто брался за что-нибудь новое, они скажут, что все, приведенное мною, выдумка и ложь, как тот, сон с цепиона, утуле, т.е. цицерона, пусть так. Они могут даже сказать, если им угодно, что мой сон притом вышел из ворот слоновой кости, морона, т.е. Вергилия, Сэмэ Эниет 6, 894, статья и след. Но я и не имел в виду понравиться всем, и желал бы угодить одному тебе, мой отец, и твоей церкви, удовлетворить же завистников весьма трудно. Если же несправедливость их того требует, то я открою тебе, с каких полей я собирал цветы для своего венка, т.е., какими пользовался источниками, чтобы меня нельзя было обвинить в том, что я под видом истины вплетал и ложь. О том, что я писал, я заимствовал иное в рассеянных листах хроник, многое же из исторических сочинений и папских грамот, но более всего из рассказов. Опытных старожилов, и призываю истину в свидетели, что мною ничего не выдумано из головы, ничего не сказано без основания, и все изложенное подкреплено такими верными свидетельствами, что если иной не поверит мне, то по крайней мере окажет доверие моим поручителям. Но пусть знают все, что я своим предприятиям не делаю никаких притязаний на звание историка, и также мало боюсь, если кто назовет меня лжецом, я собрал материалы, и предоставляю другому изобразить то лучше, что я не мог хорошо выразить. Я начну с Велегада, Вии, вкогда франки покорили саксов и починили их служению Богу, окончу твоим спасительным вступлением в должность, 1072 год, и молю при этом всемогущего Бога, чтобы Он, поставив тебя во главе народа, долго заблуждавшегося и стесненного, исправил твоими трудами, в течение твоих дней, то, что извратилось среди нас, и исправленное сохранил навеки, чтобы Евангелие, при обращении язычников, начатом давно твоими предшественниками, пронеслось по всему северу, возможно. В скором времени, и да не спошлит нам то Иисус Христос, наш Господь, Его же Царствию не будет конца отныне и до века. Аминь. Первая книга. Вся первая книга, 66 глав, посвящена авторам на древнейший период истории Гамбургской церкви, начиная от првова и ее епископа Велегада, ученика Свбонифация, которого престол утвердил в бремени Карла Великий, 788 года, и до смерти епископа Унни, умершего в год вступления от Тона в на престол, 936 года. В этой книге автор сначала говорит вообще о древней Саксонии, о ее завоевании Карлом. Об основании епископства Бременского, и о деятельности его преемников по распространению христианства на севере между Данами, из которых в девять столетия особенно прославились Анскарий, 847-865, Адальгар, 888-909, Иунни, 918-936. Изложив их неутомимые труды в безвестном крае, автор в заключении первой книги обращается к другим епископам Западной Европы, не знавших подобных трудов, и говорит «Хорошо вам, прочим епископам!» Вы восседаете там спокойно, и в ваших епископских обязанностях первое место занимают наслаждение кратковременной славой, корыстью, желудком и сном. Оглянитесь один, прошу вас на этого бедного, но почтенного и великого пастыря Христова, заключившего так славно свою жизнь и доказавшего потомству, что нельзя оправдывать свою леность трудностям времени и места, ибо он, подвергал себя опасности и на море, и на суше, ходил к диким народам Севера, и с такой ревностью отправлял свои обязанности, что умер, предав свой дух Христу, на самых отдаленных оконечностях земли, гл. 65. Так автор говорит об епископе Унни, который ходил на проповедь в Швецию. Умер там в Брике, близ Упсалы. Вторая книга. Теперь послушай, читатель, что гласит моя вторая книга. Содержание второй книги обнимает собою историю Гамбургской епархии от оступления на престол Альдага, 936 год. И до вступления от Альберта, знаменитейшего из всех бременских епископов, 1043 тонны точка. В первых два главточка, автор, говорит о тесных отношениях, в которых стоял Адальдаг с Аттоном, в при котором, открылось новое поприще для деятельности гамбургских епископов, а именно обращение славян и подчинение их немцам, для прочности которого Аттон, открыл новое архиепископство в Магдебурге, 971 года с пятью епископством, Мерзибург, Цейц, Мейсон, Бранденбурга, а шестое, Альденбург, подчинил гамбургским епископам. Это последнее обстоятельство доставило автору случай сделать весьма важное для нас отступление для описания. Земель славянских. 15. Так как теперь зашла речь об этих странах, т.е. славянских, то, кажется, не бесполезно будет при этом показать, какие именно народы по ту сторону Эльбы принадлежат к гамбургскому диоцезу. С западной стороны этот дюцез омывается британским, Н. Немецкое море, океаном, с юга рекой Эльбой, с востока Эр Неной, Н. Рее, впадающую в Варварское море, Тее, Балтийское, а с севера рекой Эгдор, Н. Эйдер, отделяющий датчан от саксонцев. Заэльбские же саксы состоят из трех народов, первые из них, Тидмарсгофы, Дитмарсы, живут у океана и главная их церковь в Мелиндорне, Мельдорф, Вторые, Галзаты, Галштинцы, так названные по лесам, Холдс, при которых они обитают. Через их землю протекает Эр, Стурия, Стер, а главная церковь их в Сканофельды, Шонфельд. Третьи и замечательнейшие из них, Штурмары, так названные по их склонности к частым возмущениям. Между ними, как метрополия, возвышает главу свою Гамбург, Хемебург, прежде могущественный по воинам и оружию, богатый землей и плодами, теперь же, в 1075 годе. В наказании за свои грехи, превращение в пустыню. Гамбургская метрополия хотя и перестала быть украшением города, но она еще сильна и в своем вдовстве, и утешается ревностной деятельностью чад своих, которые с каждым днем своей проповедью распространяют ее власть по далекому северу. Мы нашли также и границы Саксонии, лежащие по ту сторону Эльбы, как они определены Карлон, Великим, и другими императорами, и в каком виде существуют и до сих пор. Она простирается от восточного берега Эльбы до маленького ручейка, называемого славянами Мисценрейца, от него граница идет через Дельвундерский лес до реки Эльвунды, дойдя до Горгенбиц, Горнбек и Белин Испринга, В, она поворачивает в Леудвинштейну, Висперкону, Визенберг и Берцнигу, Безеннец. Оттуда же, идя на Горбинстенон до Травянского леса, Травенгорст, и вверх по нему вплоть до Булелункина, Блунг, потом до Агримисгофа, постепенно поднимается до так называемого Агримисвидильского брода, что Кзее, где Бургвида бился на поединке с славянским воином и умертвил его. Память того там положен камень. От этого места граница идет на озеро Пользе, Планерзе, и доходить на востоке до Свинтифельдского поля, Борнгов, вплоть до самой реки Свинтины, Шуентин, по течению которой границы саксов достигают Скифского или Восточного моря. В следующей шестнадцать главе автор в подтверждении своих слов ссылается на жизнеописание Карлов. У Эгингарда и переписывает оттуда двенадцать главу, начиная от слов «от Западного океана протягивается», и «ты дней сами это место у нас, выше, настр 18». Семнадцать. Вот, что говорит Эгингард, но мы, так как о славянах упоминается часто, считаем неизлишним сделать исторический очерк славянских племен и их быта, тем более, что, как я покажу, в те времена, экс-статья, ревностью нашего архиепископа Адальдага почти уже все славяне были обращены в христианскую религию. Восемнадцать. Земля славян, обширная область Германии, населена винулами, которых прежде называли вандалами. Если причислить к славянам, ничем не отличающихся от них ни по наружности, ни по языку, богемцев и живущих по ту сторону Одера, полян, поляков, то их земля в десятеро будет больше нашей Саксонии. Эта страна, сильная войском и оружием, изобилующая всякого рода произведениями, со всех сторон окружена горами, покрытыми лесом и реками, образующими ее прочные, естественные границы. Широта ее простирается от юга к северу, тые, от Эльба до Скифского моря. Длина же ее такова, что, начинаясь в нашей Гамбургской епархии и простираясь по неизмеримому пространству, а надо ходить до Бегуарии, Баварии, Венгрии и Греции. Славянские народы многочисленны. Между ними на востоке мы видим сперва пограничных с трансальбианцами вагиров, с приморским городом Альденбургом, Альденбург. За ними следуют ободриты, нынешние религи, их город Мегденбург. Далее, за ними живут палобинги, город которых называется Рациспургом, Раценбург. Далее, Лгипоны и Варнабы. Еще дальше, сидят Хицыны и Церципани, река Пена, Пени, отделяет их от талазаитов и ретеров, у них город Демян, Деммин. Такова граница гамбургского диоцеза. Есть и еще славянские племена, живущие между Эльбой и Одером, например. Гевилды, обитающие при реке Габали, Гавил, Доксаны, Леубуцы, Велины, Стадерани и другие, ретарии, поместившиеся в средине между ними, самые сильные из них. Их город, известный всему свету, Ретро-2, служит центром идолослужения, где демоном, знаменитейший между коями Редегаст, построен огромный храм. Его изображение сделано из золота, а пьедестал из пурпура. Самый город имеет девять ворот, окружен глубоким озером, а через него перекинут деревянный мост, но по нем позволяется проходить только приносящим жертвы и желающим вопросить оракула, «Я полагаю, что самое положение этого города указывает на то, что действительно погибшие души идолопоклонников». Девятикратность Икс обтекая в себе заключает трех. Из Гамбурга до этого храма четыре дня пути четыре. Девятнадцать за Лутичими, известными еще под именем Вильцев, мы встречаем реку Одер, самую богатую из славянским рек. На ее берегах, там, где она соединяется с скифскими водами, Балтийское море, стоит знаменитый город Юмна, Ионсбург, любимое местопребывание варваров и греков, живущих вокруг ее пяти. Так как об этом городе рассказывают много великого и едва ли даже вероятного, то и я считаю нужным сказать о нем по крайней мере то, что заслуживает упоминовения шести. Действительно, это самый обширный из всех городов, существующих в Европе, т.е. языческой. В нем живут славяне и другие нации, греки, т.е. руссы и варвары. На равных правах с прочими жителями там позволяется жить и приезжим саксам. Разумеется, во время всего пребывания в городе, они не могут открыто исповедовать христианство, ибо все его жители еще ослеплены идолопоклоническим безбожием. Впрочем, во всем, что касается нравов и гостеприимства, не найдется ни одного народа почтительнее и услужливее жителей юмны. Этот город, куда стекаются товары всех северных наций, владеет всевозможными удобствами и редкостями. Там есть и вулканов горшок, о волкане, называемый туземцами греческим огнем, о котором упоминает Салинус. Нептун изображен в трех видах, соответственно, трем водам, омывающим этот остров, зеленый, белый и мутный, от волнения и беспрерывных бурь. От юмны плывут вниз коротким переездом к городу Демину, лежащему при устье реки Пены, где живут руны, ругии, а оттуда в провинцию Земланд, самогития, которую владеют пруссы. Путешествие это делается следующим образом, от Гамбурга или Эльбы до юмны едут сухим путем семь дней. Если же отправиться водою, то, чтобы прийти в юмну, нужно сесть на корабль в Шлезвиге и Ди Альденбурге. Из юмны, следуя далее, через 14 дней высаживаются на берег в Острогарде в Руции, России, где главный город Киви, Киев, соперник Константинопольского. Скипетра, один из великолепнейших украшений Греции, Теи, Руси. Одер, о котором шла речь выше, берет свое начало в глубине Моравского лесу, в одном месте с нашей Эльбой. Но потом они текут недолго вместе и скоро расходятся по различным направлениям. Одер, поворачивая к северу, течет по земле Винулов до юмны, где отделяется померанов от вельцов, а Эльба, направляясь к западу, в своем первоначальном течении, омывает страну богемов и сарабов, в среднем, разделяет язычников от саксов, а в нижнем, ее волнистое русло отделяет гамбургский приход от бременского диоцеза, и, наконец, она победительницу и впадает в Британский океан. 20. Мы потому так много говорили о славянах и их стране, что, благодаря мужеству Аттона Великого, они уже все обращены и в христианство. Теперь перейдем к тому, что случилось по смерти императора после 973 года, в остальное время правления нашего архиепископа Адальдага, Те, до 988 года. От 21 главы и до конца этой книги автор ограничивается тесным кружком деятельности Адальдага и его преемников. Лебенций-Ай, 988-1013, Унван, 1013-1029, Лебенций-2, 1029-1032, Гереман, 1032-1086, и Бесцелин, прозванный Олебрандом, 1035-1043, на приведение в порядок, своей епархии, прерываемой борьбой с славянами и с ношениями с Даниею. Но результатом этой деятельности было утверждение власти гамбургских епископов почти по всему прибрежью, Балтийского моря, так что к половине 11 стол. Гамбург сделался столицу огромного теократического государства. В 1043 году на престол епископов гамбургских вступает Адальберт, 1043-1072, один из самых блестящих людей 11 века, он задумал основать Северное Папство и стать во главе Германии. Таким образом, благодаря его честолюбию, гамбургский епископ, или Бременский, становится первым лицем в империи. Наш автор посвящает его деятельности свою третью книгу, самую главную, в отношении которой первые две могут быть рассматриваемы, как введение к ней. Третья книга Третья книга рассуждает о деяниях Адальберта. Один архиепископ Адальберт сидел на престоле 29 лет, 1043-1072. Пастырский жезл он получил от императора Гейнриха, Ай-Ай, сына Конрада, 2, который от Цезаря Августа был девятидесятым императором, считая при этом и соправителей. Архиепископскую же мантию ему, как и прежде его преемникам, прислал Папа Бенедикт, 9, который, как я нашел, в ряду римских святителей был, считая от апостолов, 147-й. Его поставление происходило в Ахене, в присутствии императора. И князей, при этом находилось двенадцать епископов, и все они возложили на него руки. Впоследствии Адальберт часто ссылался на такой избыток благословения тем, которые его проклинали, и смеясь говорил, что он не может быть никем отлучен после того, как в начале своей должности успел получить торжественное благословение стольких пастырей церкви. Но, мой достопочтенный архиепископ Лемар, хотя и трудно мне описать, как следует, деяния и характер этого мужа, однако я нахожу себя вынужденным к тому, так как мною обещано довести труд до дней твоего вступления в должность, ты е до 1072 года. Пустившись раз, по своему безрассудству и дерзости, в это море, я считаю благоразумным снова поспешить к берегу, не вижу только, где бы мне неопытному спокойно пристать. До того все преисполнено подводных камней зависти, до того все мелководно, что если ты вздумаешь что-нибудь похвалить, тебя обнесут истецом, если же осудишь дурное, объявят злым человеком. Этот замечательный человек может быть превознесен всевозможными похвалами, потому что он был благородного происхождения, красивой наружности, обладал большой мудростью, красноречием, воздержностью и целомудрием, все эти преимущества он соединял в себе, но кроме того он имел и другие, приобретаемые нами извне, а именно, богатство и счастье, чем добывается слава и власть. И всем этим Адальберт обладал с избытком. В распространении христианства среди язычников, а это составляет главное призвание Гамбургской церкви, он обнаружил такую деятельность, какой никто не показал до него. Относительно торжественности богослужения, уважения к апостольскому престолу, верности государству, забот о своей епархии не было ему подобного, кто в звании духовного пастыря действовал бы с большим рвением. И а если бы он остался таким до конца? Выказав себя таким в начале своей деятельности, в последние годы жизни он отличался уже гораздо менее. Правда, такое ослабление в его деятельности произошло не от одной его непредусмотрительности и небрежности, но и от внушения злобы других. Но об этом будет сказано ниже. Так как мне трудно изложить все деяния этого мужа с надлежащую полнотою, обстоятельно и в порядке, то я желаю, коснувшись одних главных сторон его деяний, перейти с болезненным чувством к описанию тех бедствий, вследствие которых богатая гамбургская и бременская епархия пали до того, что Гамбург был ограблен язычниками, а бремен разбит лжехристианами. Я начну свой рассказ с описания характера Адальберта, который объяснит нам все остальное. Два, он был весьма знатного происхождения, в Гальбаштадте дали ему первое его звание священника, ум его был проницателен и снабжен всякого рода способностями. В делах мирских и церковных Адальберта обладал большой мудростью, славился своей страшной памятью, хранившую все, что он раз слышал или серьезно изучал, и необыкновенным даром красноречия в изложении однажды усвоенного. Далее, он был одинаково знаменит телесную красотою и считался другом целомудрие. Его щедрость была такова, что он с большую готовностью и радостью награждал богатыми дарами даже таких, которые о том не просили, но сам считал недостойным просить других о чем-нибудь, с затруднениями принимал подарки и чувствовал себя при этом униженным. Такой же характер носило на себе его смирение, он обнаруживал его только по отношению рабов божиих, бедных и странников, и притом в такой степени, что, отправляясь ко сну, он часто мыл, став на колени, ноги у тридцати и более нищих, зато его смирение исчезало, когда приходилось иметь дело с сильными земли или лицами равного с ним достоинства. Против них он обнаруживал такую нетерпимость, что в глаза указывал одному его расточительность, другому — корыстолюбии, неверии, и никого не щадил, кто только казался ему достойным порицания. При таком редком соединении в один венец стольких добродетелей, Адальберта можно было бы назвать счастливым, если бы туда не замешался один порог, ненавистность которого омрачала весь блеск славы, которую мог бы сеять архиепископ, это, именно, любовь к суете, доверенная служанка знатных людей. Она сделала этого мудрого в других отношениях мужа столь нелюбимым, что многие говорили, если он и сделал много хорошего, то только для приобретения земной славы. Но рассуждающие так должны остерегаться осуждать его безусловно, ибо им известно, что в сомнительных случаях не следует произносить решительного приговора, а помнить, что тем же судом, которым судишь другого, осуждаешь себя, «Риммл» 2Ай. «Нам, которые жили вместе с этим мужем и наблюдали за ним каждый день, известно, что, как человек, он делал иное для мирской славы, но многое совершено им по истинному страху Господню. Конечно, его щедрость превышала всякую меру, но я всегда находил, что она имела хорошее побуждение, а именно, чтобы обогатить церкви, он располагал к ней иных своею щедростью, напрямь точка, королей и их ближайших советников, зато других, сколько-нибудь опасных для церкви, он преследовал всею ненавистью, напрямь точка, наших, теи, саксонских, герцогов и некоторых епископов. Часто, мы слышали, говаривал он, что для блага церкви готов пожертвовать собою и своими родными, ибо, объявлял он, я никого не пощажу, ни себя, ни братьев, ни денег, ни самую церковь, только чтобы свергнуть его с моего епископства и сделать его равным другим. Впрочем, лучше будет все это изложить по порядку, чтобы люди разумные могли понять, как достохвально многое совершено им, и при том, без всякого легкомыслия, а скорее, поневоле, что другим непонимающим дело кажется безрассудным и даже бессмысленным. В последующих главах, от 4 и до 26, автор описывает довольно сжато первые шесть лет правления от Альберта, 1043-1049, когда он делал приготовление для будущей своей знаменитой роли и укреплял внутри свою власть, стараясь расположить к себе и императора Гейнриха III, к папе. Руками императора он старался связать опасного для его видов герцога саксонского Бернгарда, ходил с императором в походы против венгров, фризов, итальянцев, даже был избран в папы, но отказался. Более всего, в этот период, деятельность от Альберта была посвящена на Скандинавию и славян, а потому и автор долго останавливается на сношениях с соседями, которые окончились подчинением Дании, Швеции, Норвегии и славян-гамбургскому епископству. Наконец, автор рассказывает, как Альберт выстроил на одной стороне Гамбурга первую крепость, и как на другой стороне, Энн-Аулстр, его соперник Бернгард устроил подобное же, так что старый город принадлежал епископу, а новый — герцогу. Вместе с тем Альберт особенно заботился о внешней обстановке богослужения, приготовляя тем обращение Гамбурга в Северный Рим. Он, — говорит автор, Гл. 26, — так был предан внешнему блеску, что отправлял богослужение не по латинским обрядам, но опираясь на какие-то, не знаю, римские или греческие обычаи. И многое другое делал он, что невежественным людям вашего времени казалось странным, между тем, как он ничего не устраивал помимо Писания, и имел в виду богатствами и славою поставить свою церковь на первое место, лишь только ему удастся склонить на свою сторону короля и папу. Их то расположение он и старался приобрести всеми мерами. К описанию этих мир автор и переходит затем. 27. Около этого времени, 1049 год, король Гейнрих, 3, употребив несметные государственные сокровища, основал в Саксонии Гослар, обративший его, как рассказывают, из маленькой мельницы или охотничьего шалаша в такой огромный город, каким теперь мы его видим. В нем для себя он построил дворец и во славу всемогущего Бога открыл два монастыря. Управление же и высший надзор над одним из них поручил нашему архиепископу, так как он во всем был его неразлучным спутником и сотрудником. В то же время ему подана была надежда на приобретение или покупку графств, аббатств и поместьев, впоследствии действительно купленных нами к великому несчастью для церкви, это были монастыри Лорж и Корби, Корвей, графства Бернгарда и Экибрехта, поместья Синцек, Энн, Синжик, Плисна, Гренинген, Диспорг, Энн, Дуизбург и Дисмана. Приобрев эти владения уже в сомнительные минуты своего господства, наш первосвятитель возмечтал, как то прекрасно сказано о Ксерксе, перейти море и переплыть землю, и думал, что он может сделать все, что не захотел бы. 28. При этом он рассчитывал в особенности на то обстоятельство, что папа Лев, 9, по крайним делам церкви прибыл в Германию, и Адальберт был уверен, что папа по старой дружбе не откажет ему ни в чем, чего каждый может достигнуть законным порядком. В то время в Майнце был созван знаменитый собор под председательством апостолического государя и короля Гейнриха, при содействии епископов Бордо-Майнского, Эбергарда-Трирского, Геремана-Кельнского, Адальберта-Гамбургского, Энгельгарда-Магдебургского и прочих провинциальных церковных настоятелей. На этом соборе епископ Шпеерский Сибика был оправдан, подвергнувшись испытанно с впричастием, сэме выше, на 205 стр, а его обвиняли в обольщении замужней женщины. Далее, на том же соборе сделано было много постановлений, клонившихся к утверждению порядка церкви, главное же, там вместе с нечестивыми священническими браками навсегда было осуждено собственноручную подписью всех членов собора Ерес-Симонии. Наш архиепископ, воротившись домой, разумеется, не стал молчать об этом. Касательно женщин он подтвердил определение, сделанное его знаменитым предшественником Алибрандом и еще прежде того Лебенцием, по которому женщины должны были жить за чертой, церкви и города, чтобы соседство обольстительниц с их вольными речами не оскорбляло целомудренного взгляда. Этот собор был в 1051 году, т.е. в 7 году правления архиепископа. В это же время был посвящен самый большой алтарь в честь Божией Матери. 30. Об этом соборе я упомянул именно потому, что владыка Адальберт превзошел на нем своей мудростью и дарованиями почти всех славных мужей церкви. И папа, и король считали его за великого человека, так что в публичных делах никогда не обходились без его совета. Король же нуждался в нем даже и в военных вопросах, где духовное лицо вовсе неуместно. Ум Адальберта он не раз испытал в борьбе с врагами искусный итальянский полководец Бонифаций, Тосканский, Готфрид, Лотарингский, Аттон, Баварский, Балдуин, Фландерский и другие, производившие мятежи в империи и старавшиеся. Казалось, утомить короля трудной борьбой знали хорошо Адальберта, и даже покарившись королю, хвастались тем, что только один у мархиепископа мог победить их. Что же касается варварских народов, венгров, дачан, славян или по крайней мере норманнов, то вообще нужно заметить, что император чаще побеждал их благоразумием, чем войной, следуя правилу, внушенному ему нашим архиепископам. Кто лежит, ты щади, непокорного жбей, беспощадно семь. К довершению нашего счастья случилось еще одно обстоятельство, храбрый греческий император Мономах, Константин Экс, 1042-1054, и Гейнрих, французские прислали нашему императору дары, а архиепископу нашему привет за его мудрость и преданность, в благодарность за счастливо оконченную по его совету войну, вследствие того и он, в своем ответном послании Константин Аполитоном, между прочим, с особенную гордостью указывал на свое происхождение от греческих императоров, так как его родоначальниками. Были Феофания и храбрый Атон, и говорил, что после того нисколько неудивительно, если он любит греков и старается подражать им в нравах и обычаях, а он именно это делал. Подобное же письмо послал он к королю французскому и другим. 32, и так, наш глава, возгордясь своим успехом и вне, и видя, что папа и король содействуют его планам, с горячей ревностью принялся трудиться над учреждением в Гамбурге Патриархата. На этот план навело его то крайнее обстоятельство, что датский король, так как христианство у него распространилось до последних пределов земли, желал учредить архиепископство в своем королевстве. Это дело, с разрешения апостольского престола и согласно с каноническими правилами, почти уже состоялось, ожидали только решения нашего архиепископа. Он обещал дать свое согласие, если ему и его церкви прислано будет из Рима грамота на патриаршее достоинство. Этому патриархату, вместе с провинциальными епископами нашей церкви в Дании и других странах, он намеревался починить 12 епископств, которые хотел образовать из разделения своей епархии. Первый епископ должен был находиться в Полиме, Ра, на реке Игдор, Эр, Эйдер, второй в Геллиганштаде, третий в Роцебурге, четвертый в Альденбурге, пятый в Мекленбурге, шестой в Штаде, седьмой в Лисмане, осмой в Вильдегаузене, девятый в Бремени, десятый в Вердене, одиннадцатый в Рамзоле, двенадцатый в Фрисландии. Починив себе без особенного труда Верденское епископство, он тем нередко хвалился. Тридцать три, между тем, как это дело с обеих сторон тянулось, умер святейший папа Лев, девять, и в том же самом году представился и храбрый император Гейнрих, три, восемь. После их смерти не только церковь пришла в замешательство, но и самое государство, казалось, стало на край погибели. Все зло, какое испытало в то время Гамбургское архиепископство, произошло от того, что архиепастырь наш весь предался придворным делам. Управление государством, по праву наследства, перешло, к великому ущербу для всех, в руки женщины и детяти девять. Князья, отвергаясь негодованием правления женщины и власть детяти, сначала, чтобы не остаться под игом такого рабства, возвратили себе прежние вольности, а потом начали между собой спор, кто из них могущественнее, и, наконец, дерзнули поднять оружие против своего государя с намерением свернуть его с престола. Все это легче было видеть глазами, чем теперь описать пером. Наконец, когда волнение уступило место спокойствию. Архиепископы Адальберт и Анна X были провозглашены консулами XI, и с того времени все зависело от них. Несмотря на благоразумие этих мужей и ревностную их деятельность в заботах о государстве, оказалось, что они пользовались неодинаковым влиянием. Потому видимое согласие обоих епископов продолжалось недолго, и хотя на словах они были миролюбивы, но сердце их бились смертельную ненавистью друг к другу. Справедливость, конечно, была на стороне бременского архиепископа, так как он обнаруживал больше мягкосердечия и объявил, что нужно до гроба хранить верность своему королю и государю, кельнский же владыка, человек нрава жестокого, был даже обвинен в нарушении верности королю и участвовал во всех заговорах, составлявшихся в его время. Тридцать четыре, поэтому корыстолюбивый Анна употребил все, что мог собрать дома и при дворе на украшении своей церкви, так что она, быв уже прежде великою, не имела себе равной во всем королевстве. Он покровительствовал своим родственникам, друзьям и капелланам, замещал ими высшие, почетные места, с тем, чтобы они в свою очередь устраивали своих друзей на низших местах. Из них известнейшие были брат архиепископа Вецл, архиепископ Магдебургский и их двоюродный брат Бурггарт, епископ Гальберштатский, также Куна, назначенный было в Трир епископом, но прежде поступления на эту кафедру, завистью духовенства украшенным ученическим венцом точка равным образом Гильберт, епископ Миндейский и Вильгель Мутрехтский. Кроме того, в Италии патриарх Аквилейский, епископ Пермский и другие, всех не перечтешь, все они, возвысись по милости и стараниям Анна, на перерыв старались заплатить своему благодетелю содействием в его предприятиях и расчетах. Впрочем, до нас дошло, что этот муж сделал нисколько и Иорошева, как в светском, так и в духовном отношении. 35, а наш глава, увлекаемый мирскую славою и почестями, считал недостойным себя покровительствовать своим, хотя и держал при себе целую толпу алчущих. Ему казалось позорным, если король или кто-нибудь из вельмож оказывал благодеяние его приближенных, которых, по его собственным словам, он мог наградить так же хорошо, если не лучше точка. Поэтому очень немногие из его приближенных получали епископское достоинство с его одобрения, зато, впрочем, многих из них, хорошо владевших языком и ловко успевших исполнять его поручения, он осыпал золотом. Таким образом, произошло то, что ради мирской славы он принимал к себе людей всякого сорта и всяких художеств, в особенности жилицемеров 12. Густая толпа таких людей постоянно окружала его при дворе, он таскал ее с собою всюду, куда не отправлялся, и уверял других, что она не только не тяготит его, но даже увеселяет, самой ниже Гл. 37. Между тем, деньги, полученные им с своих подчиненных от друзей из тех, которые посещали двор или подвергались королевскому наказанию, эти деньги, и весьма значительные, расточал он на негодяев, шарлатанов, лекарей, комедиантов и другие лица подобного рода, неблагоразумно рассчитывая на любовь таких людей, чтобы понравиться при дворе, стать во главе всего управления и таким образом достичь целей, которые он преследовал для блага своей церкви. Сверх того, он делал своими вассалами всех мужей, прославившихся или отличившихся в Саксонии и других странах, одним из них отдавал то, что имел, другим обещал то, чего и не имел, и таким образом, к великому вреду для души и тела, покупал себе пустой звон суетной славы. Раз заразившись этим недугом, с течением времени и до самого конца нравы архиепископа делались все хуже и хуже. Тридцать шесть, в то самое время, когда Адальберт так возгордился почестями, оказываемыми ему при дворе, и сделался невыносимым бременем для своей бедной епархии, прибыл он в Бремен по обыкновению, в сопровождении огромной толпы вооруженных, чтобы обременить народ и землю новыми налогами. Тогда же построены были им и те земли, которые возбуждали в наших герцогах такое сильное негодование, но к устройству монастырей у него уже не было более прежней ревности. Удивителен был нрав этого человека, бездействие для него было невыносимо, и не. Смотря на множество дел дома и вне, ожидавших его решения, он никогда не утомлялся. Поэтому, наше епископство и без того обеднившее вследствие его расточительности и безумных усилий приобресть, расположение ненасытного двора, теперь постройкой замков и приорств было доведено до погибели. Он даже приказал развесть сады и виноградники на нашей дурной почве, Те, около Гамбурга, и, несмотря на бесполезность и невыполнимость этой причуды, усердно выплачивал огромные суммы исполнителям своих планов. Таким образом, высокий ум этого мужа боролся даже и с природой своего отечества и желал владеть всем, что где-либо видал замечательного. После долгого и тщательного размышления о причинах такой слабости, я нашел, что иногда и столь мудрые люди от чрезмерной привязанности к мирской славе могут ослабеть в своем характере. Кичась в дни своего земного богатства и величия, он не знал меры в своем стремлении к высокомерию, а в несчастье, совершенно падая духом, без меры поддавался гневу и скорби. Таким образом, он переступал границы в обоих случаях, как в добре, когда принимал участие в страданиях других, так и в зле, когда выходил из себя. 37. Доказательством Тому служит то, что в гневном бешенстве он своими собственными руками бил некоторых до крови, например, точка, так поступил он с своим приором и другими. Между тем, в хорошем расположены духа, которое в этом случае лучше назвать страстью делать подарки, он был до того расточителен, что, считая фунт серебра на один пфенинг, самым ничтожным людям бросал сотни фунтов серебра, а более знатным дарил и большие суммы. Потому, когда он был гневен, все бежали от него, как от льва, как даже опять успокаивался, его можно было гладить, как ягненко. Приближенные и даже посторонние особенно легко утешали его гнев и стивыми похвалами, тогда он становился другим человек и начинал улыбаться своему льстецу. Я сам часто видел, как пользовались этой слабостью лицемеры, со всего света стекавшиеся в его покой, как словно в какую-нибудь помойную яму, и которые, по его мнению, необходимы князьям для внешнего блеску. Всякого чем-нибудь известного при дворе или самому королю, он удостаивал своего общества, а прочих придворных отпускал с подарками. Таким образом, он обольщал даже людей почтенных и занимавших высокие духовные должности, из честолюбивого стремления попасть в его круг, они делались постыдными льстецами. Между тем, как людей, не умевших или просто не хотевших льстить, на наших глазах выпроваживали из архиепископского дворца, как простых и глупых, желая, вероятно, тем самым сказать, «Беги от жизни придворной! Если желаешь себя сохранить!» Или, «Тот зовется доносчикам, правду кто говорит нам?» Ювен Ай, 161 Лжецы же у нас получили такой перевес, что и говорившим правду нельзя было верить, хотя бы они клялись. Вот, какими людьми наполнен был епископский дом. 38 Кроме того, к нам каждый день приходили и другие льстецы, дармоеды, снотолкователи, разносчики новостей, и то, что они выдумывали, и что, полагали, может понравиться нам, выдавали за откровение, сообщенное им ангелами. Так, они всенародно предсказывали, что гамбургский патриарх, как позволял называть себя наш архиепископ, скоро будет папой, его соперники должны быть удалены от двора, что он один и долгое время будет управлять государством и достигнет такой глубокой старости, что останется более пятидесяти лет архиепископом, и, наконец, в правлении этого мужа настанет для света золотой век. И все это, внушенное лицемерием и корыстью, Адальберт принимал за истину, за глаз свыше, основываясь на том, что по совписанию человек, на основании некоторых знамений, как-то, сновидений, гаданий и ходивших в народе изречений, или необыкновенных явлений природы, может предугадывать будущее. Вследствие того, у него был обычай, отходя ко сну, забавляться сказками, пробудившись, с нами, а при отъезд в путь, астрологией. Иногда он целый день спал, а ночь всю напролет просиживал или за игрой в кости, или за столом. Во время пира он приказывал предлагать гостям всего в избытке, а сам часто вставал из-за стола, ни к чему не прикоснувшись. Он нарочно заранее наказывал людям обязанностью которых было принимать и угощать гостей, не обращать на него никакого внимания. Гостеприимством он хвалился, как великую добродетелью, которая, не лишая нас божеской награды, доставляет великую славу уже между людьми. За обедом он находил удовольствие не столько в пище и питье, сколько в остроумных речах, рассказах о королях, и в метких изречениях философов. Когда же был один дома, а такие случаи, когда ему приходилось обедать без гостей и королевских посланных, были редки, то все время проводить в слушании сказок, с натолковании, но всегда с соблюдением благопристойности. Музыкантов допускал к себе редко, разве по нужде, для облегчения горести и заботь. Пантомимов же, старающихся потешить толпу неприличными телодвижениями, никогда не принимал к себе. Постоянно находились при нем только одни врачи, другие же, если не требовало какое-нибудь важное обстоятельство, чтобы к нему были допущены светские лица, с трудом получали на то позволение. Таким образом, двери его спальни, которые мы видели прежде открытыми всякому незнакомцу и чужестранцу, впоследствии окружены были такой сильной стражей, что послы с важными поручениями и люди, имевшие высокое положение в свете, поневоле должны были иногда целую неделю стоять за дверями. Тридцать девять, сверх того, Адальберт имел обычай за обедом подсмеиваться над лицами, занимавшими важные должности, издевался над их жадностью и глупостью, а многих из них попрекал низким происхождением. Всех вообще поносил он за неверность к королю, поднявшему их из ничтожества, и высказывал то, что только он один защищает короля из любви к государству, а не для своей пользы. Доказательством того в его глазах служило то, что тогда как первые, как люди низкие, грабили чужое добро, он, как человек благородного происхождения, сыпал на все стороны свое. Такие оскорбительные выходки он делал против всех, не щадил никого, лишь бы поставить себя выше других. Одним словом, этот человек, не любя ничего, кроме мирской славы, так сильно испортился, что потерял даже и те добродетели, которые имел прежде. Выше приведенные нами его поступки и многое другое в этом роде относится именно к тому времени, когда суеверие, хвостовство, или лучше сказать, беспечность, покрыли его к тому великим позором и возбудили к нему всеобщую ненависть, особенно со стороны знатных. В Сорогл, автор называет, в числе таких врагов, от Альберта, на первом месте герцога саксонского Бернгарда и его детей, которых он, несмотря на все вышесказанное, обвиняет, и в доказательство правоты архиепископа приводит следующий случай. Сорок один герцог, увлекаемый своею корыстью, пошел в Фрисландию, где ему не была выплачена установленная подать. Ему сопутствовал и архиепископ с целью примирить отпавший фрисланский народ с его герцогом. Но когда алчный к мамоне герцога, получив сполна все, не хотел довольствоваться семьюстами марок серебра, этот дикий народ пришел в ярости. Меч обнаживший в битву вступил, защищая свободу тринадцати. Многие из наших были убиты тогда, другие разбежались, лагерь герцога и епископа был разграблен, и таким образом огромные суммы денег из церковных доходов погибли там безвозвратно. Однако ж оказанная в опасности дружеская верность герцогу не принесла нам настолько пользы, чтобы он и его дети перестали преследовать церковь. Герцог, как бы предвидя, что будет после него, часто со вздохами говорил, что его сыновья самой судьбой предназначены к разорению Бременской церкви. Так ему представилось во сне, будто вышедшие из его дома сперва медведи и кабаны, потом олени, и, наконец, зайцы, устремились к церкви, по этому поводу, он сказал, медведи и кабаны, вооруженные клыками, наши храбрые предки, олени, украшенные только рогами, это мы с братом, а зайцы, наши мало храбрые и даже трусливые дети, я боюсь, прибавлял он, что они станут нападать на церковь этим навлекут на себя небесное мщение. Поэтому он увещевал их и заклинал страхом Божиим не делать нечестивых злоумышлений против церкви и ее пастырей, потому что оскорбление, нанесенное им, наносится самому Христу и влечет за собой неминуемую кору. Но они были глухи к подобным увещаниям. Мы сейчас увидим, как они были наказаны за свои грехи. В 42, 43 и 44 гл автор рассказывает, как, по смерти Бернгарда, его дети Ардульф и Гереман ограбили Бременскую церковь и как оба были за то наказаны, Гереманна приговорили к ссылке, а Ардул поплатился 60 поместьями в пользу Бремена. По этому поводу автор исчисляет и другие приобретения от Альберта, увеличившие богатство его епархии. 45 Наша церковь могла быть столь богатую, что нашему архиепископу нечего было завидовать архиепископам Майнскому и Кельнскому. Только епископ Вюрцбургский превышает его своим положением, потому что вместе с графскими обязанностями округа в его руках было и самое герцогство. Нашему архиепископу сильно хотелось сравняться с ним и он всячески старался приобресть церкви все графские место своей епархии, с которыми связывалось право суда. Так он добился у императора самой важной графской должности в Фрисландии, в Февельгое, бывшие прежде за герцогом Готфридом, а теперь принадлежащие Экиберту. За нее платили тысячу марок серебра, из коих двести вносил Экиберт, признававший вместе с тем себя вассалом церкви. Архиепископ удерживал это графство десять лет до времени своего изгнания. Вторая его графская должность была в графстве, принадлежавшему ута, и рассеянном по разным местам Бременской епархии, преимущественно же около Эльбы. За нее архиепископ платил ута церковными имуществами столько, что плата эта равняется годичному доходу, в тысячу фунтов серебра, между тем, как на такие церковные деньги можно было принести большую пользу, а нам все мало для мирской славы, и мы лучше желаем быть бедными, лишь бы иметь много подданных. Третье графство, по названию Эмисгое, находится во Фрисландии, неподалеку от нашей епархии. Право нашей церкви на него защищал против Бернгарда Гадескальк, славянский князь, и был убит. За это графство наш архиепископ обязался платить королю тысячу фунтов серебра. Не имея такой суммы денег, он взял из церкви, а горе, кресты, алтари, венцы и другие украшения церковные, продал их, и вырученными деньгами заплатил условленную сумму. Он хвастался в скором времени в десять раз заплатить церкви за взятые вещи, и из серебряной сделать ее золотою, как обещал и прежде при разграблении монастыря. А, какое святотатство! Два золотых креста с драгоценными камнями, главный жертвенник и чаша, оба из блестящего красного золота, осыпанные драгоценными камнями, были разломаны. Они стоили двадцать марок золота, их принесла в дар Бременской церкви вместе с другими подарками госпожа Эмма. Расплавливавший эти вещи золотых дел мастер рассказывал, что с великим прискорбием он должен был ломать эти кресты, и некоторым тайно открывал, что при каждом ударе молотка им услышался жалобный плач младенца. Таким образом, сокровища Бременской церкви, верующих прошлого и нынешнего времени, в одну несчастную минуту пропало за ничто. И от продажи этих вещей едва ли составилась и половина должной суммы. Мы слышали, что драгоценные камни, вынутые из священных крестов, были употреблены некоторыми людьми на подарки своим любовницам. Сорок шесть, признаюсь, мне страшно передать все, как было, рассказанное выше считалось только еще началом горя, а страшное мщение последовало позже. С того времени счастье начало нас покидать, все пошло против нас и церкви, на нашего епископа и его приверженцев стали смотреть как на еретика. Впрочем, он не обращал никакого внимания на общее мнение, и между тем, как его собственные дела оставлялись без внимания, он весь страстно предался двору, упорно добиваясь себе славы, преимущественно он стремился к управлению государственными делами, потому что, как сам он рассказывал, для него невыносимо было видеть своего короля и государя связанным в руках его окружавших. Он уже достиг консульства, и, удаливши соперников, один владел капитолием, но зависть, всегда преследующая славу, не оставила и его в покое. Наш глава, решившись во время своего консульства восстановить золотой век, старался всеми силами искоренить в царстве бжием всякую неправду, уничтожить всех поднимавших руки против короля, всех злоумышленников и грабителей церкви. Но как такие преступления сознавали за собою все епископы и вельможи, то они единодушно поклялись с тем, чтобы погубить его одного, а прочих избавить от опасности. Потому, собравшись в трибури, где был и сам король, они изгнали нашего архиепископа от двора, как чародея и обольстителя. Так, была, его рука на всех и руки всех на него, один маис. 16-12, борьба кончилась пролитием крови, января. 1066 год. Последние главы третьей книги, от 47 до 70, автор рассказывает, как все вооружились против Адальберта, как он бежал в Гослар и потом заключил мир с Магнусом, герцогом Саксонским, по условиям которого архиепископ удержал за собою одну треть своих владений. После отступления по поводу дела шведских и датских автор возвращается к описанию печального положения Бремена и весьма коротко упоминает о том, что в 1069 году Адальберту удалось снова получить консульство и прежнюю власть, затем в десяти последних главах подробно останавливается на исчислении различных предзнаменований, говоривших о близости смерти Адальберта, рассказывает, как он скончался в Госларе 1072 год и был погребен в Бремени. К третьей книге присоединено автором или кем-нибудь посторонним небольшое приложение с описанием миссионерской деятельности Адальберта. Четвертая книга и последняя из 42 глав посвящена исключительно географическому описанию Скандинавии и островов отдаленного севера с показаниями, как и когда было распространено там христианство. Автор, начав здание, в конце приходит к описанию Исландии и Гренландии, на чем и останавливается летопись. Адам Бременский Геста Хэмернбергенцерс Экклезиа и Пантифичум Либри 4 Адам Бременский, Адам Бременсис, род Около 1040 Года Ум Около 1075 Года был родом из Мейсона и в 1068 годе явился ко двору Гамбургского или Брехенского архиепископа Адальберта накануне его вторичного возвышения. Более мы почти ничего не знаем о его жизни. Его сочинение «О деяниях святителей Гамбургской церкви» в четырех книгах свидетельствует о том, что он имел случай получить превосходное классическое образование и особенно был знаком с Солустием. Но текст его хроники, испещренный позднейшими ему современными схолиями, заметками, представляет и до сих пор много трудностей для исторической критики. Издание «Лучшее и очищенное у Пердж, Монум». 7 280 389 Переводы Немецк Лаурент Берл 1850 Вгисхитчер Ди Ди Ваурзайт Лиев 7 Критика Эсмиссерн Де Фауртрберсадами Келиае 1834 Комментарии Один Один Этот укор Весьма Замечателен В устах Автора При жизни Которого Как он Сам Говорит Описывая Ниже Нравы Своего Современника Епископа Адальберта И бременские Епископы С трудом Могли бы Оглянуться Назад 2 Близь Нынешней Деревни При Львиц В ней Стрелиться 3 Эниида 6 439 4 Эссер Об этом храме У Титмара 6 17 Выше На 1698 5 Под греками Автор Здесь Разумеет Русских Купцов Из Киева Потому что Ниже Он Причисляет Киев К городам Греции 6 Критический Разбор Этого Важного Места В хронике Адама Семе Уграновского Волынь Иомсбург Ивимета Помещ Вполн Флор Его Сочин Ай 213 Стр Ислет 7 Вергил Эниит 6 854 8 Лев 9 Вум Собственно Еще 19 Апреля 1054 Агерих 3 5 Октября 1056 Год 9 Т И Малолетнего Гейнриха 4 И Матери Его Агнесы 10 Анна Или Ганна Архиепископ Кельнский 1056 1075 11 11 Времени Аттона 3 Утвердился Обычай Употреблять Римские Титула Семестер 686 Консул Правитель 12 Вся Хроника Адама Бэээр Покрыта Как и Произведения Древних Классиков Замечаниями Схолиастов Числом До 152 Которые Пополняли От себя То Что Было У автора Выражено Коротко Так По поводу Этого Места 78 Схоли Замечает Между такими Находился Один Пришелец Павел Обращенный Еврей Который После своего Странствования По Греции Не знаю Из любознательности Или По любостяжанию По возвращении Своем Пристал К нашему Архиепископу Хвалясь Что он Может сделать Мудрецов В три года Из людей Которые Не знали бы Даже читать И из меди Добыть Красное Золото Без всякого Труда Он заставил Архиепископа Верить всему Чтобы он И говорил И ко всей Своей лжи Присоединил То Что он Вскоре Позаботится О том Чтобы учредить В Гамбурге Общественную Золотую Монету И пустить Ее В ход Вместо Византийского Динария Точка Тринадцать Виргил Н Восемь Шестьсот Сорок Восемь Пер М. М. Стасюлевича Текст Воспроизведен По изданию История Средних Веков В ее Писателях И исследованиях Новейших Ученых Том 2 СПБ 1864 Символ Авторского Права Текст Стасюлевич М. М. 1864 Продолжение следует...